Итак, друзья, приветствую вас. Мы с вами выспались и сегодня такая будет... Слушай, а можем мы эту мясорубку продать обратно? Поднять? Она нам, в принципе, такая не нужна точно. Нужна, если и будет, то, ребята, электрическая. Я хотел сегодня прокатиться. Прокатиться хотел... Топливо мы давно с вами не собирали. Подраспродать здесь, что у нас есть, мясцо, да, вот в этих находится. Построить дополнительный амбар один. Слушай, ну ты здесь, бедолага, так бегаешь все время. Вот тебе здесь неудачно. Да, слушай, какой у нас машина, конечно, здоровая, да. С фаркопом прикупить, возможно, бочку. Слушай, а можно сейчас вообще, знаете, что сделать? По бочку съездить, выполнить, а? Как вам такая идея? По бочку выполнить, которая, это, доставить там надо было цистерну как раз. Охереть, он у нас здесь вообще заедет. У нас здесь где-то нефтевышка наша плодоносящая. Вот она стоит. Заодно проверить, что тут у нас по канистрам. И сюда подъезжаем. Так, ребята, сколько в ней? 81, смотрите, это 1000. То есть вот 30 там осталось еще. Открыть. 30 еще осталось, можно смело. 30, и сейчас мы едем. Подраспродадим все это. Сдадим мясорубку, я так понимаю, да? Или сначала побочку. Давайте сначала побочку сделаем, а? Поехали. Слушайте, ну джип, да? О, еще один идет, смотрите. Родной, давай сразу ко мне поближе. Я тебе сразу один раз пропишу. Давай сюда, да. Вот так, идем. А, подожди, только нам не за руль надо, а открыть было. И с этой мы как раз хотели уложить все мясо. Здесь только немножко сейчас, видишь, раньше он когда рядышком стоял, я спокойно всем этим занимался. А сейчас нужно уже и джип стал повыше. Или мне какую-то лесенку надо сюда, чтобы я мог залазить и спокойно также продолжать. Так, ребята, у нас вот здесь у него была какая-то... Смотри, бля, как мы с вами уровень, ребята. Двадцать четвертый день на ранчо, и мы с вами разбогатили. Мы, конечно, может быть, поторопились купить сразу такой джип за полтораху. Может быть, надо было еще куда-то вложиться там в коз, коров, да? Нажмите, чтобы говорить. Доставка трейлера. Заправки. Принять. Трейлер доставлен 0 из 1. Ну, давайте посмотрим. А, ну, он нам прям показывает даже, куда нам нужно выдвигаться. Слушай, красивое место, да, здесь на озере. Ммм? Посмотрите, как здесь симпатично. Поле такое у него здесь. Кайфово. Реально, хорошее местечко. Я бы здесь хотел домик тоже поставить. Жажда скорости. Достигните скорости свыше 70 км в час. А, у нас тот-то вообще так не разгонялся, да? Так, вот у нас есть фаркоп. У нас и на том был типа фаркоп, но я что-то сомневался тогда, когда мы брали по боте. О, а ее здесь и не было. Я и проверить не мог. Кстати, вот она может цеплять, не может? Завести ручник, переключить радио, зацепить. Хоп. И что, к нему просто отвезти? Серьезно? А я смогу вот перекачивать? А, я поставлю бочку с цистерной. Наверное, буду подъезжать в нее, типа, переливать и отвозить, продавать. Может быть, это так будет, ребята, у нас работать. Так, давайте вот так, от первого лица, спокойно, по правилам. Ну, по правилам там через город. Мы все-таки через лес прокатимся. Бля, я ничего не вижу. Еба. Физика как в сноураннере, кстати, обратите внимание. Походу, я понял, откуда сноураннеры засовали. Вот с этой великолепнейшей игры. Слушай, а куда доставить? Прям к нему? Или к себе? Не пишется почему-то зона эта, да? Разгрузки, отцепление трейлера. А, отцепить. Трейлер доставлен. Что? Задание выполнено. 120. Серьезно? 120? Мама дорогая. Я-то думал, мы сейчас за трейлер, что его, типа, везем сюда. Нет, ребята. Тихо, налево. А, это у него чисто к амбару здесь такая. Слушай, а мы вот дорогу рисовать не можем. Вот это прикольно, конечно, смотрится. У него такой вид оттуда, да? На амбар. Вот у него зернохранилище. Ну, у него посерьезнее зернохранилище. Такое двойное. Окей. Ладно. Выдвигаемся в тот магазин, который находится на горе. О, добрались. И проверяем, что у нас здесь почем. Ну, видимо, цены-то все те же самые, скорее всего, будут продать. Значит, мясо дичи. 12. Свина... Бля, с котлетами мы, конечно, лохало. Они дешевле даже стали, понимаете? Нефть 500. Ручная мясорубка 40. Свинина 420. Продать. Отлично. У нас, смотрите, сейчас 2 430. Мы приобретаем электрическую мясорубку. И потом еще электрические колбасы. А нам хватит на все? Чуть-чуть не хватает. Давай, ее точно сейчас приобретаем. И сейчас еще бочку привезем. И возьмем этот. И у нас будет фулл комплект. Я так понимаю. Да, вот она у нас пока здесь малюсенькая лежит. Бочку повезли на... Не на продажу, а на заполнение еще. Так, и я еще даже амбар не посмотрел. Короче, у меня ушло все это время, ребята, на перевозку вот этой бочки. Надо будет нам дополнительную бочку приобрести. Возможно, чтобы сразу за раз отвозить. И не мотаться туда-сюда вот так. У нас и бак топлива почти, считай, ушел. Просто что мы вот так с вами ездили. Короче, следующий день. Сейчас отсыпаемся. Я еще хотел скупить лесопилку, станок вот этот большой, электрический. Чтобы посмотреть, как это дело у нас будет работать. В общем, отсыпаемся, ребята. И на рассвете начнем строительство и расстановку купленных предметов. Спокойной ночи. На часах 7.52. Наша королева, ребята, лежит, отдыхает. А мы начинаем работать. Так, сохранить игру. В общем, приобрели мы все с вами. Ну, такой, я не знаю уж, как это, что. Все не все, да. Куда это нам поставить вообще? Это где-то в доме ставится или тут. Хотя, смотри, вот стол типа есть. Может быть, это вообще даже типа... Не, сюда... А, слушай, он даже может это типа... Ну, слушай, у нас здесь стол такой красивый, да. О, смотри, вот она типа будет электрическая. Электрическая. Давай мы ее повернем вот в эту сторону. Вот так. Поставим, да. Например, раз. И рядом с ней поставим шприц. Я так понимаю. А, или вот это у нас мясорубка. А, вот это шприц как раз для производства. Слушай, ну вот здесь место, наверное, уже... Или что, или у нас все тут уместится. Нам еще кастрюли надо было, наверное, побольше брать, да. Куда я делал? Эту я поставил здесь. Ну-ка, чего она тут? А, ну она одна ставится сюда. Куда это будет вытекать? Я пока толком не знаю. Смотрите. Значит, бочку мы отвезли. И здесь у нас все это дело вообще пустое. Вроде как. Нам необходимо, ребята, поставить еще один вот такой амбар. А что у нас здесь, кстати, они вообще живые, нет? А, ну да, смотри, они там даже немножко обрадовались. Окей. Смотрите. Чтобы открыть здесь дверь нам все-таки. Начинаем. Строительство. Передняя часть. Я так понимаю. О-о-о. Так он настолько здоровый. Я что-то вот это прям... Я прям вот это сейчас немножко не ожидал. Подожди. Это нам придется... И вот это тоже, я так понимаю, разрушить. Это забираем. Это сюда складываем. Пока кладем. Как-то вот так. Так. И вот смотрите. Нам просто это надо еще... Нам не хватает обзорности, видимо, да? Чтобы мы это лучше типа представили. Ну вот прям рядом с ним, наверное. Вот так и между ними будет у нас там какой-то... Да? Похоже на что-то? Подожди. Где у нас? Или чуть повер... Да хотя вроде это... Нет. Чуть повернуть надо. Чуть надо повернуть. Подожди. Отставить. Разрушить. Надо повернуть. Типа вот так к дому. Придется тогда, наверное, еще... И вот это дело тоже нам, скорее всего, отсюда убрать. И повернуть больше в нашу сторону. Вот так. Скорее всего, вот как-то... Да, 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 да. Вот так это будет лучше. По идее, смотри. Ну как мне кажется. Там у нас дверь есть. Подожди. Чуть-чуть вот так вглубь, чтобы дверь выходила. Во! Вот сейчас, ребята, мне кажется как... Да. Да? Смотри. Вообще четко. Два таких амбара. Только можно было чуть-чуть на себя. Хотя нет. На себя не можно, потому что там идет дверь. Я понял. Так. Теперь среднюю часть амбара. Готово. И... Заднюю часть амбара. Готово. В самом амбаре что-то нам нужно еще. Боковые двери. Раз. Два. И что у нас остается? И само... А, боков... Ворота. Передние еще у нас сюда встают. Ворота. И... Стоило. Во! Боковушка вот такая. А даже два. Давай поставим сразу, да? Типа мы это... Ну... Ребят, чтобы у нас все было по-серьезному. И на все это 16 досок. 12. Так. Поехали считать. Короче. 30. 50. 70. 90. 90. 110. 120. 120 досок. А металла в принципе немножко. 10. 20. 25 металла и 120 досок. А, 25 металла и 120 досок. Проверяем. Металл у нас присутствует. Доски в принципе тоже есть. А, закидываем металл. И начнем. Я думаю мы доски типа загрузим в машину скорее всего. Так. Металл. Подожди, а почему он его не вставляет? Серьезно? Это же металл. Походу сначала надо здесь именно доски первостепенно поставить. И давай проверим. Вот у нас кстати они здесь есть 16, да? Скорее всего. Ну-ка. Сейчас мы это делаем. Подожди. Так он и доски не вставляет. А, сначала. Я совсем забыл. Сначала же здесь надо, видите? Типа вот так по порядку все это дело построить. Да, каждую по отдельности вы поняли. А потом уже видимо вставлять металл. Ну ладно. Не буду вас сильно мучить. Погнали. Быстрое строительство, ребята. Как всегда. Так. Ребята. Я еще заехал в магазин. Посмотрите, что мы прикупили с вами. Какой интересный, я надеюсь, станочек. И он, возможно, будет выхлоп досок даже побольше. Этот мы с вами забираем. А, там у нас генератор идет. Я понял. То есть мы выставляем сюда генератор. Выставляем сюда этот. Ну-ка, давайте посмотрим. Типа будет быстрее или больше досок у нас даже будет идти? Мне интересно. Доски также две. Слушай, а в чем профит тогда? Или быстрее, наверное, да? А, и он их скидывает вот так вниз. Ну, наверное, быстрее. Я не знаю уж во сколько раз. Но, по крайней мере... Нет, слушай, быстрее, быстрее, быстрее. То есть он стоит... Я сейчас за него отдал 750, представляете, баксов. Ну, мы, в принципе, с вами сейчас... Нефть я заехал. Продал на 500. И, смотри, не, намного быстрее. Покажи, сколько нам досок сразу здесь нафигачил. А как его выключать? А как его выключать? Только вот так, что ли? Типа он всегда работает? Серьезно? Подождите. Или что-то там багануло? Заодно мы сейчас и напилили. И заодно это дело... А, слушай, у нас еще металл. Как будто бы сюда будет нужен 16. Слушай, а с металлом я, возможно, и погорячился, да, немножко. Что-то я металл-то не приобрел. 18 и 220. Все. Тут у нас готово. Значит, надо 10. 10, 20 металла. Я не помню, сколько у нас его здесь вообще осталось. А эти доски, слушай, они нам понадобятся для забора, ребята. Мы их в любом случае сюда сейчас все скидываем. Сюда все скидываем. Как у нас, да? 23. О, как раз, как раз в аккурат. Десяточка, десяточка. Огонь. Да, нам еще поилки, кормилки здесь надо ставить. Давай их аккуратненько. Три у нас этих осталось. И вот только насчет поила кормила. Кормила. Слушай, они все, наверное, ходят. Я бы вообще их, наверное, вот так, может, поставил. Даже они... А, ну здесь у нас козы... Козы... Блядь. Козлы и козы будут. Вот. И поэтому, я думаю, это должно быть нормально. Все. Смотри, 121. Что у вас тут? Смотри, сразу побежали. Так, кстати говоря, электрическую. Мы сейчас проверим. Нет мясорубку. Давай кого-то выведем. У этой соска есть. Подожди. Кого-то надо вывезти, видимо, без соски, да? Я так понимаю. Ну вот, например. А, тоже соска есть. Тоже. Слушай, блядь. Как их много. Как вас много. Охереть. Да, слушай, есть и есть соска. Просто вот, получается, без соски у вас только один хряк, что ли, есть? А, тоже соска идет. Как нам? Ты видел, сколько их уже здесь? Во, давай, выходи, родной. Да, беги оттуда, глупец. Пошли. Ты небольшой, но мы хотим проверить. Смотри, как красиво там, да? Смотри, как четко смотрится. Вообще красота. Так. Готов. Мы хотим, ребята, проверить, как у нас работает электрическая. Это приблуда наша. Положи. Давайте. Сколько у нас в нем было мяса? Ну, я надеюсь, что на стенные лампы. Кровать дополнительную поставить, да? Стойка. Догонка. Деревянные улицы. Это попой. Вот. А, подожди. Выключатель. Это просто. А вот на стенные лампы. Металл 1, доска 4. Металл 1, доска 4. Да. И типа вот здесь можно дополнительный свет, я так понимаю, провести. Да. Чтобы было. Чтобы было. Чтобы у нас везде было светло. Мы их типа вот так расставим. Смотри, да? Во. А, так мы вообще их можем даже, смотри, да? Мы можем их здесь, грубо говоря, поставить. Здесь, наконец-то, в сарае возможно сделать освещение, да? Вот тут. Ребята. А что я раньше-то их не делал? М? Мы что их раньше-то не делали? Ну, металл нам нужен, а металла у нас уже нема. Так, ладно. Этот свет мы проведем. Однозначно. Нам нужно посмотреть. Сюда, кстати, даже 2 кастрюли можно было поставить, да? Яйца собрать, молоко. О, да. 2 кастрюли. А плиту мы дополнительную можем сделать? Берем свинину. Положить. Подожди, мы можем еще положить? Не, включить. Слушай, ну это все равно нужно по одному куску ложить. Давай, ляжем спать, а то сейчас, ну, реально темно здесь. И на рассвете пос... Так, ребята, доброе утро. И мы хотим посмотреть, как это здесь при свете дня просто выглядит. А то у нас очень тут темно. Смотри. Поднять. Положить. Включить. У меня другую кастрюлю он взял. Или у меня куда-то выпало мясо. Поднять, подожди. Поднять. Положить. Ребята. И сколько у нас получилось там свиная сосиска сырая? Стоп. Вы что-то поняли, нет? Вы что-то поняли? Сколько у нас ее там получается? Просто получается, что я не могу сюда типа две ложи, да? Свинина 13, сосиска одна. Да, мы забираем. Взять продукт. Взять продукт. Не, блядь. Положить. Подождите. Я что-то не врубаюсь немножко. Включить. Нужно брать именно саму кастрюлю. Саму кастрюлю. Ложить сюда. Включать. И он типа мне обратно. Сюда ее выплевывает. Слушайте, ну такое себе. Честно скажу. Как бы этим можно заниматься, да. Но вы понимаете, насколько это муторно? Положить. Включить. Не, ребят. Вот этим. Ну, это стоит посмотреть. Это стоит посмотреть. Но заниматься. Так, поднять. Опа. Не понял. Вы видите, там кто-то ходит, гуляет. Э, подожди. Поднять. Положить. Включить. Почему он ходит, гуляет? Я не понял сейчас. Почему-то... Блядь, у меня сейчас нам все свиньи еще сбегут. Нет? Э, поставить. Выкинуть сюда. Забрать. Так, мы сейчас сгоняем в магазин. Посмотрим, откуда ты вышел. Родной. Где? Иди сюда. Э, разделать. Вау. Так. 15-24. Давайте это дело соберем. Слушайте, мы в доме проведем освещение сейчас. Вау. Ребята, прикиньте, у нас сейчас какой здесь будет прям уютный уголок. Почему я раньше этого не заметил? А, там металла нет у нас. Я понял. Почему я этого раньше не заметил? Все, это выключаем. Поехали. Продадим колбаски, ребята. Посмотрим. Ну, слушай, это муторно. Муторно. Нет. Я даже, знаете, что думаю, ребята, что нам не нужны эти... Слушай, нам кормилку, поилку. Ну, сделаем. Сделаем. Тут надо будет ворота, кстати, сделать, чтобы если мы с этой стороны будем заезжать. Так вот. Что я хочу вам сказать. Заниматься мясорубкой вот этой. И делать сосиски, ребят, ну это... Это прям здесь. Мы лучше... Вот у нас, смотри, три поля есть. Хороших таких, да. Коза, даже козелы, даже не знаю. Нам тогда и молочные коровы эти по идее не нужны, да. Может быть, действительно мясом. Мяс и фирма. Посмотреть, попробовать, что такое, да. Ну, сейчас на мясе подзаработать. Взять, типа, мясных коров. Там были у нас три-четыре, да. А на свинине мы сейчас вообще поднимемся. Вы видели, сколько их у нас там вообще бегает? Так. Смотрим по цене. Что у нас здесь вообще? Говяжий. Ну, у нас нету говяжи, сыра нет. Может, цены один и три. Ладно. Это бог с ним. Смотрите. Сви... Бля-ть. Вы посмотрите. Одна сосиска. Сорок. Это надо ее прокрутить на фарш, потом туда сбить. Не, ребят. Сорок. А свинину просто по тридцатке можно продавать. Хм. Ценая котлета. Да, свинину просто по тридцатке. И смысл реально выгоднее. Вот эти сосиски и котлеты, они вообще не нужны. В такую стоимость. Она на десятку дороже. Ну, я ее просто разделал, сразу закинул, привез. А то надо прокрутить, сделать. Ой, не... Не, ребят. 1200. Все продать. Мы для интереса посмотрим, что там экспериментируете. Типа молоко добавляете и так далее. Но... Профитнее. Нихуя себе. Волчарка. Че здесь? А нихера, с ним даже это происходит, да? Контакт. Это ты зря. Плюс 10? Вот мы сделали эти колбаски. Я говорю, ну, можно там добавить, может быть, молоко, яйца, да? Ну, а нафига? Если просто саму свинину ты вот вырастил, она сама там растет. То есть у нас автопополнение идет, поилок этих, кормилок, да? Я вот пока, честно, и не врублюсь. Так, сколько у нас? 1800 есть? Смотрите. Берем сразу 50 и 50. На 1000 это забираем. Потом. У нас осталось 800. Кажется, это не нужно. Вот это все я тогда верну обратно. Вот для прикола пневматический пистолет можно будет взять. Как он с животными будет. Давайте возьмем, да? В корзину закинем. И... И все. Потом со следующих займемся, кстати, вот этими всякими комбайнами. Купим комбайн. Купим этот, в общем, тот. Лесопилка у нас сейчас самая крутецкая есть. Канистры у нас присутствуют. Прицепы нам пока не нужны. Корзина 1400 оплатить. Пластин, да? Мы набрали сотню на 1000. Смотри, просто взяли и спокойно купили. И голова у нас даже... Я даже не задумался, что, типа, нам будет сложновато, да? Там видели, сколько у нас мяса ходит? Так, подожди. Нам тут надо немножко... А, это вот эта штука будет и херачить так. Прикольно. Мы сейчас там за амбаром поставим коров этих, да, наверное? Закупить надо будет. Да, мы здесь можем перевозить. Возможно, грузовик за 2000 купить. То есть, вот такое, чем производство вот этих сосисек. Ну, ребят, простите меня, но это вообще невыгодно, понимаете? Вообще получается. Слушай, я вот эту машину никак не могу. Мне надо... Слушай, а мы можем это перекрасить, кстати говоря? Здесь что-то было, да? Заезжаешь в эту. В Гарахе. Ничего. Май, серьезно? Это что, цвет меняется какой-то? Нет, насыщенность. А у Вития что-то происходит? Яркость. А-а-а, смотри, синенький. Красненький, зеленый. Насыщенность. Какой-нибудь оранжевый давайте, да, под корпус прям. Слушай, ну он какой-то ненасыщенный. А-а-а, сюда. Улучшит 150. Общий баланс 397. Готово. Перекрасьте любой транспорт, кроме ДЮТ-В. Вау! Ребята, вы посмотрите. Вы посмотрите, как мы сразу с вами преобразились, а? Фары включены, да. Нифига себе. Нормальный руль. Вообще, новая игра начинается у нас, да? Плюс, я говорю, если мы сейчас еще, мы сейчас побочки поделаем. Там скважину я хочу еще, возможно, поискать. А там, да, вон, сокровища что-то есть. Получается, это намного нам даже будет интереснее, чем вот это все ходить там крутить. Вы поняли? Чем это все ходить крутить. Так, я вот здесь хотел металл на все эти накидать. И в доме. Ну, хотя нам в доме уже, да. Блин, ну вот эти мы на продажу тогда уберем. Я их пока оставлю. Нам, в принципе, они не так важны, на самом деле, да. Пускай будут. Здесь у нас есть куда вешать. Пусть будут. Просто ради эксперимента мы там что-нибудь закинем. Закинем, проверим. Слушай, какой, да, красивый, ребят. Как корпус мой, а, на компьютере. Такой же прям вообще огонь. Слушай, в амбар надо свет провести еще тоже. В общем, так, скидываем здесь металл. Смотрите, я сейчас с досками позанимаюсь. Так, что у нас? Забором надо будет позаниматься, да. Там калитку сделать. Здесь забор. Я не знаю. Может быть мне вообще вот так его, типа, не вплотную, а вот так прям. Вот прям, типа, вот досюда довести его. Что у нас сейчас бревна, не проблема будет, да. Типа, вот так. Гаражу завернуть. Здесь закрыть. Ну, ворота здесь, например, поставить, да. А здесь сзади мы такое, типа, пастбище, может быть, с вами сделаем. Поле-то у нас вот там, а здесь будет большое вот такое пастбище. Вот так забор будет сюда уходить. И пускай вот досюда он будет доходить у нас, например, да. Отсюда, типа, вот как-то вот так. Ну, в общем, что-то такое мы сейчас с вами здесь, ребята, поэкспериментируем. Записывать, наверное, я это уже больше в оконцовочку вам покажу. Что это с досками у меня здесь носится? Я, конечно, их сейчас в багажник все перегружу. Сейчас надо их все напилить. Может быть даже за бревна. А за бревнами, кстати, удобнее на ютивишке. В ютивишку очень хорошо они входят. Мы сейчас за ютивишку... А, слушай, а мы, может быть, можем на крышу складывать? Опа, напряки. И положить. Курятник большой построить. Не, сюда не кладет. Подожди, а может быть... Канистры кладет? Серьезно? Ящики кладет? О-о-о, май. Так, слушай. Вот это я прям сразу наверху здесь и оставлю. Они у нас и места не будут занимать. А может быть, я туда и бревна смогу поставить, да? И бочка, прикинь, и еще багажник есть. Это вообще машины, ребята, просто мечты. Братцы, надеюсь, вам понравилась данная серия. Мы с вами хорошо сегодня посмотрели, узнали насчет мясорубки, приняли решение просто ее по фану, типа, да, оставить, но она, по сути, бестолковая. Это если прям здесь стоять, заниматься, ну, не знаю. Выхлоп плюс 10 долларов. Сами видим. Плюс 10 долларов идет. Музыка, кстати, там орет, а если отходишь, да, особо не слышно ее. А, в общем, это плюс десятка всего лишь. Смысла в этом? Я вообще никакого не вижу. Что у вас по воде? Все, слушай, их очень много. Мы вот это все снесем, да, сделаем забор заполнить все поилки. Готово. Слушай, вот смотри, видишь, у них нет корма? Подожди. Давайте прям при вас сейчас все это дело проверим. Наполнить кормушки, кормушку едой. Зажмите R. Готово. Нажмите переключить. А, ну все, заполнить все кормушки, нажмите E. Вот, нажали, идем проверять. Идем проверять. Заполнилось. Да, ребят, и у нас почти автоматический процесс. И смотри, у нас еще здесь очень много у них вон лежит. Мы это дело тоже все заберем. Ну еще лаптинчик какой-то нам большой. Ой, лапа вообще. Короче, расширяем строительство. Эту лабуду снесем, построим премиум. Потому что вот это мне, честно говоря, не нравится. Вот здесь поставим. Наверное, вот здесь к забору прижмем. Их два премиальных таких выставим. А те два снесем. Сюда их переселим. Ну, у меня по планам примерно так. Если вам не сложно, поддержите, ребята, лайком. Напишите комментарий, пожалуйста, в поддержку канала. Я желаю всем удачи. И всем пока-пока.